здравствуйте друзья доброе утро мы сегодня со светланой берем вас на прогулок свет берем берем на пешую на пешую мы так тут вот прогуливаемся недалеко от дома ну в смысле из дома вышли и пошли и обычно мы когда гуляем мы одем нибудь болтаем о чем ответ будем болтать сегодня на вопросы чтобы на вопросы зрителей отвечать надо было их распечатать вот а так мы будем болтать просто ни о чем вот по методу искать акина то что вижу то и пою значит что мы видим рассказывай мы видим наше село до улица флойд называется которая готовится к празднику в городе саневелла какого праздника мы готовим уже прошел день благодарения грамм и следующий будет крис нас ну послушай еще слава богу месяц ну вот по вечерам уже некоторые лампочки развешать а вот еще не убрали тыквы не убрали мы сейчас подойдем поближе я наведу камеру поближе у меня камера хорошая можем навести вот вы видите тыквы тут еще чучело да тут я справа камеры не очень хочу показывать сам солнышко с той стороны и чтобы вам не засветилось но вот смотрите ведь тут справа вверху немножко подсвечивает нас похолодало нынче до деревьев стали желтые совсем некоторые разнообразие краски красного маловато будет вы это не как вот мы когда-то в мичиган ездишь правда вот там такая красотища красные желтые красные разных оттенков может быть это знаешь когда холод по-настоящему прихватывает действительно нет такого разнообразия цветов я помню мы когда-то много лет назад ездили в канаду в канаду монреаль да они не нашу сторону канады у них там ты знаешь по моему это было не монреале а в ванкувере нет как раз это именно вот это разнообразие цветов в манреале так ванкувере так же как у нас ванкувер очень на вас похож вот и там конечно было такое буйство красок вообще не обыкновенное совершенно но ванкувер там все-таки влажности намного больше так же как и в сиэтле там зелено и не знаю там мне кажется там тоже буйство краски есть не заморка не попадали в сезон но она реально мы пропали точно все вот это ободранное дерево вообще тоже красивый цвет вот тут есть на низ листочков нос деревья какие чернобыльские до опаленные чем-то я не знаю они да значит эти деревья я за ними наблюдаются много в нашем посредством таком соседстве то вот они за солнышком поворачиваются какие-то они какие-то палки торчащие что ты скажешь про дома света мимо которых мы ходим кроме того что они стоят там по полтора миллиона самые простенькие а ничего и домики как домики чего же это все все-таки так не крути это домики на своем куске земли что сегодня становится действительно большой не то что редкостью но недосудностью сейчас очень много начали строить таунхаузы там в три этажа буквально и конда где земли вообще нет он да пройдет еще лет двадцать наверно да вообще уже дом с куском земли уже будет вообще недосягаем нет ну то что стоит то стоит куда же мы не денется да я бы недосягаем по цене да то есть все новые люди будут покупать там конда может быть там халузы какие-то земли совсем нет ну новое строительство сейчас как раз в основном такое в нашей местности земли еще не хватает тоже поэтому они берут маленький кусочек и норовят на нем построить построить вот я там магазин проезжаю и был пятачок земли на нем стоял по моему один дом до вашим лотом сейчас сейчас все поснили снесли этот дом там не пристройки какие-то были получился довольно приличный кусок земли да и такой щель же там построить там пять или шесть таких маленьких домиков вау то есть там был очень серьезный кусок земли ровный хороший вот к чему у человека флаг развивается такая мачта стоит флаг шток гордость за то что он американец но все время тут у него развивается он вообще очень нравится флаг на флаг штоке так подъему флага стоять мирно флаг поднять есть друзья тех кто из вас кто не был в конецком лагере могут не понять нашей речевки а те кто был в конецких лагерях те знают о чем речь там каждое утро была линейка и поднимали флаг но не все лучше кому в этот день поручали лучше из лучших поднимали флаг а ты хочешь это мы поставим флаг шток у нас будет свой флаг я хочу такого дворе они на улице ну не знала дворе гораздо более какой же смысл этого дворе так а почему нужно всем это демонстрирует пускай себе будет так как себе можно на картинке нарисовали не такой флаг который ты видишь из всех окон даже все окна во двор повернут да вы же видела из всех окон ну как же прикольно может тогда фейерверк своего дворе остров солнце знаешь она за точкой с претензией где вот справа справа друзья смотрим на дом с претензией в принципе такой же старенький домик мы его немножко обрыгнули подремонтировали такой претензии люди таких колонны да 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 выпендривается это мне кажется дом такой оригинальный как строили лет 60 назад и он с тех пор и стоит а то же вот такой казалось бы дом типа лачуга а поскольку кусок земли при нем то так вот он и стоит там миллион триста миллион четыреста шли мы себе дошли мы себе прямо никуда не сворачиваем и пришли к школе а что за школа свет а там даже название какое здесь как сразу вместе прям на одном а там сторонке немножко значит на этом пятачке две школы тут они все с десятками да это купертина school district это насколько я помню там самый лучший school district в калифорнии и вот мы живем в саннивейле но наши школы относятся к саннивейле купертина где где правда до стройка шла я понял они вот это строили вот написано ортега парк пикник эре это прямо если она права что сам пикник эре это слева строит новый дом а по один уже построили явно вот это это старый дом ничего себе вот тут новый а вот эта улица с птичьим названием кондор идем по кондору да вот с той точки зрения если школа вот с этой стороны улица а вот с той люди живут как этим людям вот школьное соседство ну чирикают ладно но они там не подожгут тухлые яйца не забросают тоже забор прям как на мексиканской границе но местами местами да сейчас все рассматривают эти заборы то показывают часто как обычно в это время дня в парке много народ парке артега паркера но сейчас длинный уикенд даже уезжают нет хотя вон там футбол даже играть до сегодня воскресенье но поскольку в четверг был снегивинг и пятницу тоже люди не работали в поэтому черную ой черную и вот люди не работали соответственно четыре дня выходных вот нет такой манеры чтобы присоединять к отпуску правда нет не оставая сились корпусе нет я вспомнил в наше время вспомнил да тоже это очень да только перепадет какой-то праздник они говорят будем работать а присоединим к отпуску один день так вот было всегда это делалось по просьбам трудящихся они никогда не говорили мы тут подумали наверху и товарищ брежнев сказал что эта идея хорошая не спевал за а вот они сейчас уж они сейчас гуляют по 10 дней на новый год там чтобы все могли уже на пицце протрезветь того что это знаешь как да так вот а был даже анекдот такой я помню как к брежнева подходят и говорят леонид ильич есть предложение ведь есть мнение создать еврейский камерный оркестр леонид ильич говорит мне идея нравится а насколько камер вот так что все это было бы в итоге по просьбам трудящихся конечно все камеры были всегда по просьбе трудящих а сейчас вот говорят что под москвой какой-то строит огромный тюремный комплекс почему даже документальный фильм есть да показывали сверху он очень нескончаемый до лабиринтами такими да вот для чего его строить под москвой . я думаю что чтобы удобнее было содержать заключенных кроме того но он может потребоваться резко расширить население сказали что от такого размера тюрем не было еще ну современно может там роботизация наш там еду на конвейере на транспортере разносят по номерам вот друзья артега парк мы от вас не скрываем ничего вот там школьная площадка артега парк идем это такой местечковый парк местные местные локальные таких парков много так скажем вот их много мы здесь просто гуляем хотя иногда вы есть там в теннис можем поиграть но можем не значит играем слушай детишек сколько мама родная ты смотри тут еще есть площадочка где можно пробеги ушечки там все дела это ну да куда она она взяли так поменьше и комплекс для деток побольше да да мусульмане какие-то гуляют смотри да не знаю даже удобно ли их снимать друзья я не буду их снимать вблизи я вам покажу издаля вот прямо так они в платочечках нормально гуляют у них свое какое-то мероприятие люди вышли погулять выходной бывает вот они тут же гуляют с детками они половину пангус или половину парадские дети это может быть может быть они из персии может быть мы не знаем из какой не страны может из пакистана здесь есть еще у нас какая-то комьюнити такая из боснии совершенно белые люди европейцы мусульмане их не безумно много но тоже есть да и среди среди индусов вот индейцев программистов которые из Индии приезжают там тоже довольно много мусульман в Индии мусульман больше чем в пакистане так что есть без всякой ксенопобии так все совершенно мирно гуляем по парку это друзья кто-то думает что тут живет губернатор в Малифорнии нет это туалет общественный да вот теннисный корт публичный и бесплатный их там два а тут что у нас футбольная здесь тоже она публичная и тоже бесплатная ну не знаю мы тут футбол не играем вижу идем ну пусть бегают а мы все гуляем с вами друзья мы вас вывели на прогулку вот там народ девушка с косой правда прям как вот из наших а может быть а из наших и есть да 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 они по-русски разговаривать с мальчиков да поделись как наших то издалека видно пока и по косе и тот по косе а как да ну вы тоже не по цвету кожи так в общем то а тут уже у нас жилой район мы как бы этот парк прошли насквозь и сейчас немножко тут по периметру движемся красивые вот эти деревни а смотри посмотри вот давай камеру на виду остановлюсь на виду камеру очень красиво ну не вот понимаешь их скелет некрасивые листики красивые а там некоторые больше скелетом а некоторые больше листиками красиво продолжаем движение я немножко переживаю за то что у меня камера но потряхивает поскольку я на ходу снимаю но жизнь такая друзья что сделаешь вот симпатичный такой двор домики стоят нет просто дорога там проезжая часть купертина да школа стоит на границе с они были купертина поэтому мы когда так пересекли пошли о redwood и смотреть секвой красавцы ой господи мы с вами друзья столько не жили сколько они тут стоят так там посередине такой шатер и там иногда можно заметить молодых людей которые или маршируют или танцуют или отрабатывают какие-то групповые упражнения со щитами с мечами с какими-то предметами предметами всевозможными вот такое место народных тренировок и репетиций уже роза нет не роза что это за цветочек спереди шиповник такими красивыми цветами шиповник плоды есть на боярышник похоже шиповник боярышник ну ладно тут можно собачкой погулять вот как некоторые хорошо да да ветер несет запах барбекю а это вот там мусульмане там где гуляли там мужики стояли у барбекюшность девочки они там на столы накрывали а парни парни такие бородачи стояли сделали барбекю собачка они это называют лабра дудл так пойдет до смесь лабрадора с пуделем лабра дудл а иголочки иголочки под соснами сосны такие вот там тоже иголки очень красивыми прочего но первые люди с грибами возвращались белыми огромным города сейчас грибы пошли просто скажешь два дня на теплые все поехали за грибами но те кто грибы собирают пожалуйста вот чисто американская игра да идем дальше откуда откуда белые люди в таком месте они не белые женщины китайская мужчина вообще-то тут мексиканские ну не знаю но очень да да они не совсем белые откуда ну очень кроме нас тут белых ты не видать это можно принять за грибы как ты правильно сказал ну грибы белые да так что то мы перестали грибы собирать цвета раньше мы так увлекались не пропускали никогда я скажу что они какие-то по чего с вкусовым качеством пищевым когда очень тяжелым для тяжелая еда и есть но сам процесс на идешь по лесу ты собираешь это охотничий не собирала потом выбросил аккуратно но он и собирает не добираешь потом моешь их потом моешь потом чистишь потом замораживаться потом выкидываешь да да вы кого замораживали мы их отваривали потом замораживали белые да хорошо а сейчас что-то перестали от них все руки черные совсем лет там было видимо невидимых вообще ногами давили да это все когда погода дивная смотри не холодно нет прохладно прохладно ребята меня не видят вот возьмите возьми аппарат в руку и покажите всем меня видите я я такой в бушлатике как такой моряк балтейский боже а что в чем у тебя в бушлатик у тебя тут суть такое что у меня нормально все в бушлате модная кепка англейская вот так вот и так и живем друзья ну и когда одет по погоде . очень хорошо очень хорошо такой я баечка поднимать все больше ничего не да и плюс когда идешь с женой можно не опасаться что кто-то на тебя кинется правда ну поскольку никто не кидался никогда то не опасаюсь но но все-таки знаешь не ты же не знаешь никогда так идешь-идешь а вдруг кто-то кинет или скажет автограф там может быть дайте ну а пока не бывает так что машина проедет оттуда помашет так добывает из машины помашет побибикают но так чтобы вот на улице автограф просили такого еще не было нет приходит в офис книжку приносит там где-то распишитесь вот это бывает но у меня книжек всего 200 штук половину уже раздал так что ну да я больше допечатывать не буду там ну за пару лет остальные раздадутся и и ладно в конце концов не хватит свет купим на амазоне нет мы тебе сохраним пару купить так чтобы было но как же напечатан нам сохранить ладно сохраним мне очень нравится секвой если как они красавцы какие-то детские секвой они маленькие совсем ну зато они стройные такие прямые их можно да но они прямые такие как строевой лес да а вот я хочу показать вот чисто американское такое явление вот стоит баскетбольная такая корзиночка и детки играют она собственно передвижная ее можно подвинуть там куда угодно у нас у нас была груша для кикбоксинга да да я ее даже не особо молотил так но хотелось хотелось как дать по ней груши бы а куда делать она потом не помню кто-то забрал кто-то да вот так люди живут прямо окнами на школу точнее это на парк на парк на парк на парк на парк вообще когда у хай скул живут люди они жалуются на то что дети проходя мимо они могут например взять пивка и сесть у них на газончике там попить пивка оставить бумажку от пирожка там какой-нибудь или бутылочку младшие школьники проще но они чирикают наш когда днем такой балл стоит они галдят конечно когда на перемену выбегают но во всяком случае от них нет никакого разрушения недвижимости и так использование всякими ресурсами из используя всяких ресурсов заборчик поставишь никто тебе на травку уже не сядет ну да ветер дует я думаю как бы нам не повлиял на качество звука у меня на эту камеру никогда не было хохолков не было бородка на бородка не было ну хорошо я тогда пока выключить выключаюсь чувствую что говори не говори будет только шум красивые деревья каких мать хорошо плата на это платаны платаны у них вот эти иголки лишь какие у них они вот этими штуками на что пора а вот вот это вот от них воды понял платаны так что друзья если хочется платонических отношений вот есть платаны пошутил света когда платанические отношения закончатся остальные уголками да ты да вот мы видим крыши с разными материалами что ты думаешь ну идем идем что ты думаешь а вот этих электрических черепичках которые от компании тесла а то вот некоторые говорят а что же мы вы спала алта вот их не положим ну я думаю что это не дешевая крыша это самое это одна из самых дорогих самых дорогих тем более сейчас пока они еще не стали массовые может пройдет пять они будут более доступны но они говорят так что эти эти плиточки будут дешевле чем те которые они пытаются копировать но те которые они пытаются копируют на самое дорогое что есть на рынке это не асфалт шингл вот как то что вы сейчас видите вот вот тут вот это асфалт шингл таки как то есть по слово на русском я забыл да я забыл нам ребята говорили на канале вот то есть это как бы плитки будущего для дорогих домов так получается на дешевый дом такого не положишь свой смысл весь вопрос цене когда я думаю что сегодня вот то что они говорят про цен еще ничего не известно нас пройдет там пять лет они будут к дешевле чем самые дорогие пройдет 25 лет они будут самые дешевые какой интересный куст стоит прям да это не пальма на на это банан маке друзья это красиво можете посадить банановое дерево у себя и и красивые полезно а вот это дерево это прототип советской рябины я сняюсь прототип аналог прототип похоже на рябину ягодки то есть там и ягоды есть так ну-ка давайте мы наведем поближе и посмотрим деревья это одно из самых цветных он еще такая рябина сейчас мы посмотрим что было видно листики чем чем она заслужила звание рябины а мы отойдем почему она рябина ну хорошо идем так чтобы не нарушать как новые большие слушай большая площадь и они стоят близко друг другу я согласен но большие дома широкие понимаешь очень симпатичные вот сколько такой дом стоит по твоим сколько больше существ но больше двух может быть даже хотя на самом деле смотрите что происходит вот здесь идет канала такая ну речкой я не знаю можно ли это назвать поскольку сейчас например там воды нет никакой нет от воды нет ты смотри нет это лужи воды никакой нет и вот туда оно пошло тоже вот там тоже воды нет она такое стоит а когда будут сильные дожди она может как-то наполнится я думаю что вот такое соседство вот скажем дома сделает его дешевле почему ну потому что не не каждый хочет канаву иметь под окном комары могут быть ой а здесь такая маленькая плюговинка избушечка летом жарко никакого болотца нет ну может быть обычно вот когда вот там где вода там комары ну когда вода стоит а если она высыхает а какие комарка тоже здесь хорошее озеленение если какие пальмы вот это какое дерево как шалаш да оно такое я бы его назвал хвойным непонятно а это вот такой как как это у нас эйклэр да хайклэр да хотя их тут два типа есть и а есть айклэр а есть еще какие-то да и в эфире путаем поскольку безграмотные никогда у нас такого не было хотя хотя бы посмотрели как ну мы их мы их смотрели на open house ах это вообще плоская крыша скидает вот такой плоский они вообще когда настраиваются они строительных один плоский второй чуть-чуть плоский какой-то совсем грустный вид имеют в аризоне так строят сетей клавишки это можно строить как самый дешевый вид строительства но они строились как недорогие дома но с понтом да то есть порт там присутствует а теперь этот пункт очень трудно переделать да да ну отлично идем да ты знаешь вот этот платан для платонических отношений мне напоминает объявление что институту парапсихологии требуется на постоянную работу парапсихов да и тоже вот эти домики нет нет я про архитектуру да вот они тут стоят такие красавчики они не стоят дешевле чем просто дома да они хуже продаются чем обычные дома потому что не каждый хочет нет не каждый хочет у них вот эти балки когда здесь совсем уж приземлить очень низкий да вот и ощущение такое если он оригинальный так там внутри плашные стекла как будто на улице живешь а это у нас не тесла часами как это приличный автомобиль какой-то не знаю как нет это мазерати это мазерати вот пожалуйста возле скромного домика такая не скромная машина это тоже такой же но переделанный ну посмотрите симпатично то есть если бы не гараж так и не узнать они обычно на улице выходят сплошными стенками потому что вся жизнь внутри там дома доедут они стекла поэтому дороже все закрыты чтобы так ладно идем цвета ты ориентируешься где мы идем и куда нам дальше я надеюсь что то есть мы как бы по азимуту больше мы друзья для вас специально нету идем не самым коротким путем обратно а так идем чтобы показать ой вот ягодки ну-ка вот лишь она рябина и не рябина я тебя уверяю что у нас на канале есть масса народу которые хорошие ботаники и они нам скажут что это мелкие и вот там тоже такое красивое дерево не сам ну что я думаю что я думаю что если их посадить то птички будут постоянно навещать и склевывать эти ягоды летают ну по количеству ягод которые висят не скажешь что я кто-то склёвывал тут столько у людей всяких более приличных фруктов да тут и персики и сливы оливки вот по мне кто не клюет они падают и грязь такую создают на дороге уже все падают все все же все равно вот вот некоторое разнообразие цветов появилась да да стало разнообразно вот нет ощущения что мы идем среди этих домов еще мы как в трущобе в какой-то нет почему ты чё тут все дорогое хорошая милая америка милый класс нормальный милый класс по полтора миллиона там да на мазерате ездят я не знаю в америке сколько она стоит дорогая машина достаточно дорогая машина итальянская в америке их очень мало она как-то так не пользуется особо успехом да надо сказать что тут несколько домов давай подскажем вот есть дом вот тут и у него на крыше солнечные батареи ну света это не наше дело мы так фиксируем такое ощущение что мы прямо здесь не пройдем надо надо заворачивать вот какой двор смотрю люди хотя друзья для отопления бассейна вместо солнечных батарей кладут такие но эти трубочки как можно сказать таким колечком свернутые колечком и там вода до спиралька вот вода по этой спиральки идет идет из крана нагреется на солнышке а потом в бассейн вот мы когда пользовались такой штукой градуса 4 цельсия давала правда да вот для этого не нужны элементы солнечные просто просто по трубочкам тоненьким течет когда солнышко вышло вообще стало прямо пушкинская света болдинская осень ты посмотри да а можно сказать мороз и солнце день чудесный так тоже можно ну относительно калифорнийский такой мороз прохладненький прохлада да да с пальмами это стоит ну-ка свет как называется нет дерево вот это который листьев время роняет магнолия да страшное дерево друзья страшно она круглый год теряет листья пахнет хорошо когда цветы на нем очень-очень здорово пахнет так вот вам если не был да это дуб но местный дуб калифорнийский а вот пальма можно эту фальму приспособить как флагшток мы и там сверху будет флаг американский но ты знаешь что мы сейчас тогда должны будем развернуться таким образом что солнце будет светить в левый глаз знаешь ехать к нам домой это как ехать на кавказ знаешь когда я лишь на кавказ солнце светит в левый глаз вот а когда едешь в европу тоже оба глаза могут нормально смотреть да здесь тоже красиво елка на шишку похоже ну да ощущение такое что она подрезана конец потом это елка или это или это ну да ну ладно я то подумал грешным делом что это секвой подрезанная но потом смотрю нет конечно иголки совершенно другие громадные длинные иголки как у голубой ели какой у нас там растет елка ну да да у нас есть елка я вспоминаю как вы с тобой шли по чикаго по ukrainian village и вот тоже смотрели там на домике совсем другие дома ну то есть не то слово сяло так вот в селе друзья и живем левее камеру повернуть не могу солнышко там светит но вы видите сами по тени и солнце довольно высоко еще если было низко то может быть дома бы защищали от него а так нет это кипарис свет правда такой красивый длинный ой мама а это как фамилия чё пальма друзья я вам всем рекомендую такую пальму растущие да а вот там смотри у него как красиво вот тут веночек и флажочек на да он красиво как большая паузовская выросли да такая ваша там у него пальма хорошая на участке стоит ну что же идем идем дальше платаны рябинки слышит грех жаловаться на отсутствие красок ты знаешь надо просто идти по правильной улице да хочу сказать друзья в качестве дополнительного бонуса что те люди которые тут живут могут легко посадить и снимать плоды с цитрусовых всех мастей тут растут в люди апельсины и лимоны и мандарины и грэпфруты хурма хорошо растет что их гранаты да у нас кстати у нас есть маленькое гранатовое дерево на участке персики сливы и яблоки все изумительно тут виноград все это вызревает я здесь кто-то может быть скажет что неприличное слово сказал фейхо называется фейхо растет у людей и еще есть такие растения что даже не знаешь как назвать смысле непривычные нам не по книгам не по жизни в бывшем ссср вот мы света снова переходим эту канаву уже немножко с другой стороны мы так это воды не успешно это лужа это лужа сильный дождь был а воды а потока воды нет только лужи это о многом говорит да хрумтят семена до семена которые просыпают просыпались да они так похрустывают когда на них наступает если бы я света был поэт я бы сочинил что-нибудь про эту пальму и вообще про красоту как-то в калифорнии вот у меня лично стихи не пишутся раньше тоже не писали но нет но у меня раньше писались больше знаешь как-то вот четверостищие писались так типа аля губерман знаете такое да превратив юзеров а в юзеров тестеров малы старых вот здесь такая поэзия не катит так еще одно отличие от украинен велич здесь в том что никто не разговаривает на украинской мове и нету греко-католических храмов нет ну кроме чисто внешнего вот ну поэтому и нету храмов собачками регулять комьюнити немного а церкви действительно самых разных христианских конфессий очень много церквей так стоят буквально ну не то что прям между домами жилыми но так издалека похожи на дома но большие да ну что светлана мирно правда мирно благо как сказать но пойдем подойдем давай подойдем может быть вам издалека уже видно друзья это надо смотреть конечно в темноте потому что она будет светиться вообще до последние день цены с гиммингом этот воскресенье положено ставить елку там будем домой поставим елку сегодня да святочка кто за месяц елку ставит это только только вот наш соотечественники нет наш соотечественник ставят сам последний день а мы будем любоваться целый месяц а наш соотечественник потом держат домой и месяц вот именно мы старый начали в январе вот друзья вы видите такие надутые фигурки снеговичок там Санта-Клаус, медведь что-то не уши шевелятся это олень, я извиняюсь у оленя шевелятся рога я думал это уши медведя, но это рога оленя на ветру они колышутся вот так ночью проходишь, а тут Лас-Вегас ну вот готовятся люди к правильному по этому настроению приходят давай я тебя поближе подведу нам не нужно прям к нему подходить, у нас увеличение у камеры в 60 раз легко вот пожалуйста прикорнувший на креслице Санта-Клаус вот так и это не предел вот, и тоже не предел ну хорошо пошли дальше пошли дальше так так маленькая такая машинка но спортивная да какая-то Mazda Miata какая-то здесь вот когда вы только приехали очень были популярны Mazda Miata среди молодых людей они недорогие там 1025 тогда стоили вот и вот в Ворландии когда работал там столько пацанья было и они вот на этих Mazda Miata шныряли это не то что вот сейчас Facebook какой-то там все на Lamborghini понимать на Mercedes на Porsche тогда вот на таких ездили не было столько бабла дурного ой-ой-ой-ой-ой смотри это что-то японское все это так Япона они столько японские но постригают так постригают так да собственно мы так уже такое ощущение что подошли да мы уже почти пришли домой да можем сворачиваться сейчас вот последний домик очень симпатичный вот за этим забором сейчас будет вот смотри какой красавец это все один дом да это все друзья один таки таки один да один дом и он не стоит два миллиона он стоит существенно больше как ты думаешь это 2 600 2 700 слушай ну ты как гигант это такое такое ощущение что тут два дома в одном 3 000 скверфутов там украшения всякие у двери ну да у него на самом деле гараж с той стороны был и он как бы вписывается в дом и получается что дом такой большой а там просто большой гараж как часть дома ну что ж друзья мы возвращаемся домой и заканчиваем нашу прогулку да чтобы нам всем гулять и гулять и гулять пока есть силы физические и моральные аминь подряд не н глядь из депутат пол депутат м